Примерно каждый десятый человек в мире левша, то есть от общего населения планеты около 15% люди с правым доминантным полушарием. Лиза учится на кинорежиссера в северной столице России, но признается, что очень скучает по южному краю. У меня дедушка левша, и больше никого из левшей семьи нет, и поэтому он всегда был очень рад. Я с детства рисовала, и мне всегда говорили, что это вот потому, что я левша, я такая талантливая, и мне это всегда очень нравилось. И в школе всегда говорили, вот у тебя развитое творческое мышление, наверное, вот, поэтому это прикольно было, то что меня никогда не переучивали, все такое. Женя из Азова работает и учится в Ростове. У меня папа левша, вот, и у него была интересная ситуация, его в детстве переучили, то есть сейчас он пишет двумя руками, я бей меня не очень, поэтому когда меня отправили в школу, мама очень сильно переживала, что меня тоже будут переучивать, и у меня испортится почерк. Всегда приходилось сидеть с левой стороны в школе, чтобы не толкаться с детьми. Еще было очень сложно, потому что на безвязанном пальце всегда осталась ручка. Девушки рассказали, что с врожденной леворукостью связаны как сложности, так и забавные моменты. Например, Евгении сложно осваивать навыки. Большинство гитар для правшей, и даже в школе на уроках труда техника вязания была рассчитана на левополушарных. Я с детства вообще не могла резать и не понимала, почему у меня не получается, вот, пока мама не купила мне леворукие ножницы, и тогда я поняла, что проблема была не во мне, вот, теперь я режу ровные круги, мне получается вырезать нормальные фигуры. Как пояснил невролог Олег Коршунов, левши не просто творческие люди. Например, происходящее они воспринимают через призму социального интеллекта. Дизайнер приходит и раскрывает перед вами красивый веер, цветок, которых вы раньше даже в существовании не знали. Вот это более восприимчиво для левшей, они более, скажем, чувствительны к этому. Правша, для него это синий, зеленый, а для левшей это лазурно-голубой. Эмоциональная окраска до окрашивания, да, создания антуража более характерна для левшей. В Советском Союзе в школах до 86-го года левшей переучивали. Это приводило к неврозам, к заиканиям, к депрессиям детским, ранним. А куда деваются эти детские ранние депрессии? Они перерастают во взрослые формы депрессии, различных фобий. Взрослые переученные левши не редкость. И даже если вы, как и я, из таковых, развивать свою актуальную направленность полезно. Но рисовать левой рукой, если всю жизнь держишь ручку и карандаши вправо, нелегко. Нелегко, но полезно и интересно. Мы рисуем правой рукой какую-то картинку и левой пытаемся ее повторить. У вас будут похожие изображения и тем самым вы развиваете оба полушария головного мозга. Вторая техника. Мы рисуем часть изображения правой рукой, а дорисовываем левой. Ну или наоборот. Здесь одновременное рисование двумя руками. То есть ставим ручку и не отрывая руки, да, рисуем и правой, и левой рукой одновременно. Правая полушария отвечает за абстрактно-логическое мышление. Как пояснили специалисты, маленьким левшам нужно просто не мешать. В дошкольном возрасте ребенок может с одинаковым энтузиазмом оперировать правой и левой руками. Примерно к шести годам мы уже можем определить, ребенок леворукий или праворукий. Обычно это можно заметить во время еды, какой ложкой ребенок кушает, во время рисования. Взрослые левши большую часть сложных операций осуществляют под эгидой правого полушария. А вот руку при приветствии, как уточнила Лиза Шарина, подают так, как принято у большинства. Мария Караченцева, Александр Кучец, Сергей Алфеев, Дон-24, Ростов-на-Дону.